Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Сэр Чарльз де Ойли, седьмой баронет, был британским государственным чиновником и художником из Даки, ныне Дака. С 1797 по 1838 год был членом государственной службы Бенгалии, базировался в Калькутте, Даке. Хотя он занимал руководящие должности на государственной службе, наиболее известен как художник-любитель, опубликовавший множество книг с гравюрами и литографиями на индийскую тему. Родился в Муршидабаде, Бенгалии, 17 сентября 1781 года, в семье, которая долгое время служила в Индии. Его отец был резидентом ОСИНской компании при дворе Наваба Бабара Али из Муршидабаде. Отправился в Англию в 1785 году, получил там свое первое формальное образование. В 1798 вернулся в Индию в качестве помощника секретаря операционного суда в Калькутте. Был назначен хранителем архивов в канцелярии генерала-губернатора. В 1805 году женился на своей двоюродной сестре Бриан Грир, дочери Уильяма Грир. Я пользуюсь переводной википедией. В 1808 по 1817 год был коллекционером Даки. Здесь Де Ойли познакомился с Джорджем Ченнери. Ченнери оказал значительное влияние на развитие художественного стиля Де Ойли. В 1815 году женился на Елизабет Джей Рос, дочери майора Томаса Роса. После смерти своего отца в 1818 году он наследовал баронет и получил рыцарское звание. Также в 1818 году он стал городским таможенным инспектором в Калькутте. Был общительным, гостеприимным, остроумным собеседником и активным членом колониального общества. В 1821 по 1831 год был агентом по продаже опиума в Бихаре и коммерческим резидентом в Пахне. Это был один из самых продуктивных периодов и он создал множество картин и эскизов. В июле 1824 года основал общество любителей искусства, которое назвал Объединенное общество Партной Легаи или Афинская школа Бихара с целью в кавычках продвижения искусств и наук, распространения веселья всех видов. Основал собственное издательство для публикации своих литографий и грабюр. Постоянно рисовал, проявлял активный интерес к искусству в целом, находя эти занятия на досуге, приятным способом развеять скуку, связанную с колониальной жизнью. Создавал пейзажи, сцены из жизни индейцев, портреты и карикатуры в основном акварели, а также писал сатирические стихи. Уникальной особенностью его иллюстрации являлось изображение отношений между колонистами и индейцами. В отличие от других художников того периода, он не боялся изображать пьянство и разврат в своих иллюстрациях. Его опубликованные работы, которые неизменно были богато иллюстрированы, охватывали самые разные темы, от естественной истории до социальной сатиры и иногда были написаны в стихах. Во время своего пребывания в Дакке он написал множество картин, особенно руины Могол, которые он опубликовал в книге, размером с фолиан, с 15 гравюрами под названием «Древности Дакки». Сотрудничал со многими учеными. Одним из таких был Кристофер Уэб Смит, двоюродный брат его жены, чьим основным интересом была орнитология. Он опубликовал пернатую дичь Индастана в 1828 году и восточную орнитологию в 1829 году. Уэб Смит изобразил птицелиству, а де Олли – заде плак. Сотрудничал с капитаном Томасом Уильямсону над костюмами и обычами современной Идии. Хотя его художественное творчество было репетельским в том смысле, что оно не мешало его положению в пустынской кампании, его творчество было далеко от дилетантского. Его сцены британской жизни в Индии в начале 19 века привлекли широкую аудиторию, особенно среди членов колониального общества. Публикации его продавались в Лондоне, где они пользовались популярностью среди тех, кто интересовался Востоком. Епископ Хибер, посетивший Паттно в 1840-х годах, описал Олли как лучшего художника-джентльмена, которого я когда-либо встречал. Большинство его публикаций представляли собой фолианты гравюр или литографии. Некоторые публикации включали значительный объем текста. Многие сборники рисунков и заметок были опубликованы посмертно. Большую часть оставшей жизни провел в Италии. Он умер в Ливорно 21 сентября 1845 года, не оставив потомства. А в 1848 году компания Дискенсен опубликовала калькутские рисунки Олли в книге Большого Форма. Ну вот так вкратце о британском государственном чиновнике и художнике сэре Чарльз де Олли, седьмой баронет. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok